Добрый день! Сегодня мы поговорим об аудиолекциях Банка России по финансовой грамотности и о реализованном совместном проекте регионального отделения Банка России ГТРК Карачаева-Черкесии по переводу аудиолекций на национальные языки республики. У нас в гостях Рауф Тугов, заместитель управляющего отделением Банка России по Карачаево-Черкесии и Умарти Киев, начальник радиовещания ГТРК Карачаева-Черкесия. Добрый день! Здравствуйте, Ольга! Рауф Анатольевич, давайте вначале расскажем в общем об аудиолекциях по финансовой грамотности. Спасибо! Банк России занимается направлением финансовой грамотности уже много лет. Это одно из ключевых направлений нашей работы. Мероприятия по финансовой грамотности мы стараемся строить таким образом, чтобы охватить максимально широкую аудиторию от школьников младших классов до людей, как сейчас там модно говорить, серебряного возраста. Мероприятия мы проводим в вузах в виде лекций, онлайн-уроки в школах, в колледжах, проводим очные мероприятия с старшим поколением в комплексных центрах социального обслуживания. Кроме того, мы активно распространяем печатную продукцию Банка России по финансовой грамотности. Это плакаты, буклеты, листовки, посвященные самым разнообразным аспектам взаимодействия с миром финансов. В этом нам очень помогают, безусловно, СМИ, органы исполнительной власти, муниципалитеты. Что касается распространения материалов по финансовой грамотности, хочу отметить, что только за 2022 год мы совместно с нашими партнерами смогли распространить 70 тысяч экземпляров такой печатной продукции. Мало того, мы задействовали и такие проходимые, скажем, площадки, как МФЦ и МРЦ. Работа, о которой я рассказал, она в основном была рассчитана на визуальный канал восприятия. Но в 2020 году Банк России пошел дальше и выпустил аудиолекции по финансовой грамотности. На сегодняшний день таких сборников лекций уже три. Они включают в себя в общей сложности 47 лекций по финансовой грамотности, по самым разнообразным вопросам. В том числе по взаимодействию человека с миром финансов. Там и кредитование, и вклады, и работа с ценными бумагами, с пластиковыми картами. То есть все те ситуации, с которыми человек обычно может столкнуться в реальной жизни. Эти материалы все бесплатные. С ними можно ознакомиться на сайте финкульт.инфо. Кроме того, на электронном ресурсе библиотеки Литрес, Яндекс.Музыка и во ВКонтакте. Достаточно просто в браузере забить аудиолекции по финансовой грамотности. И думаю, что любой человек сможет перейти и воспользоваться тем ресурсом, который для него наиболее удобен. В чем преимущество подачи материала в таком виде? Да, оно заключается в том, что человек, занимаясь повседневными делами, может одновременно прослушивать полезную для себя информацию. По дороге на учебу, на работу, в ходе пробежки, прогулки, да и просто занимаясь своими обычными домашними делами. Скажите, пожалуйста, с чего начиналась работа и как она строилась? Идея перевести аудиолекции по финансовой грамотности на национальном языке, она родилась не случайно. Я коротко расскажу о том, как мы пришли к этому. Как известно, одной из наиболее уязвимых категорий населения для финансовых мошенников, да и мошенников, вообще, в принципе, является наше старшее поколение, особенно люди, живущие в сельской местности. При этом старшие поколения, как выяснилось, все еще активно используют такой канал получения информации, как радио. Они слушают новости, активно делятся за теми услышанными с родственниками, с соседями. Важно отметить, что еще одну особенность, которую мы подметили. Если человек слышит какую-то информацию по радио от диктора, известного ему на своем родном языке, он эту информацию воспринимает как максимально достоверную. Мы сейчас все понимаем, какое количество источников информации, видов информации сваливается на человека. И зачастую довольно сложно сориентироваться, что на самом деле правда, да, а что, как выражаясь современным языком, фейк. Поэтому эту особенность мы тоже подметили. Кроме того, о востребованности материалов по финансовой грамотности, но на родных языках, нам сообщили представители регионального сервисического общества слепых в ходе коммуникации. Они сказали, что такой формат был бы очень полезен. И вот с учетом этих факторов мы зашли в эту историю. И благодаря поддержке руководства ГТРК Карачаево-Черкесия и, безусловно, профессионализму сотрудников телерадиокомпании удалось перевести на 4 национальных языка по 10 лекций на карачаевский, черкесский, абазинский и нагайский языки. И запустить их, во-первых, в эфире радио с определенной периодичностью. И, во-вторых, очень большое подспорье в том, что на сайте ГТРК был создан крикабельный баннер, через который можно было перейти на банк лекций с четырьмя языками, обозначенными мною. Кроме того, безусловно, мы и разместили там лекции на русском языке. Умар, расскажи про аудиолекции. Был ли полезен этот опыт для нас? Что нового вы узнали? И с какими трудностями в переводе вы столкнулись? Наверное, нужно начать с того, что вообще перевод – это литературный перевод одно дело, а другое дело, когда речь идет о переводах, которые между собой еще и задержат терминологию, в том числе и банковскую терминологию. Наверное, это и был один из таких этапов сложных, которые наши коллеги, журналисты, которые переводили и озвучивали эти лекции, столкнулись. Понятное дело, что какие-то моменты пришлось изменить, потому что в языке нет, допустим, каких-то слов, которые можно было, допустим, совместить или. Поэтому мы сделали акцент на то, чтобы вот эти лекции, они были просты и понятны каждому жителю. Тем более, когда речь идет о своем родном языке, ты прекрасно понимаешь, о чем идет речь и какую информацию до тебя пытаются донести. Наверное, вот это самый основной был момент. Но что касается переводов, они заняли несколько месяцев. Ребята не только занимались тем, что переводили, но и, соответственно, пытались подогнать так, чтобы эти лекции были примерно одного хронометража. Потому что, как итог, мы видели, какие лекции и сколько они идут хронометражом на русском языке, соответственно, пытались примерно сделать так же. Еще один момент, на который стоило бы обратить внимание, это вот все-таки тот драгоценный опыт, который наши коллеги получили, потому что банковская терминология, она сложная. Думаю, что Рауфон Анатольевич подтвердит это. Вот именно вот эти моменты нужно было преодолеть. С этим, я думаю, что они справились на ура. Я думаю, никаких вопросов и нареканий с этой стороны не может быть. Ну и еще один момент, о котором хотелось бы сказать, что мы действительно говорим очень важные вещи. Мы понимаем, что эта работа очень важна. И еще один момент, на котором мы заострили свое внимание, когда начинали этот проект делать, чтобы это было понятно в том числе и старшему поколению. Потому что мы замечаем по информационному потоку, который есть, я думаю, что и сотрудники Банка России тоже фиксируют, в МВД фиксируют, сколько информации мы слышим о подобных случаях. Когда человек просто, не зная основных каких-то базовых моментов, не зная, не владея вот этой финансовой грамотностью, попадал в какие-то ситуации, когда лишался своих средств, их сбережения. Чтобы избежать этого, мы хотели бы все-таки и продолжить бы эту деятельность, потому что это действительно очень важный момент. Ну и для населения. Особенно важно, что это на своем языке человек слышит. Есть лекции, которые более интересны. То есть люди либо столкнулись с этой проблемой, либо, возможно, хотели бы ее избежать, и поэтому интересуются. Как, например, взять кредит и не оказаться в долговой яме. Примерно такие лекции, которые... Ну, это же все жизненные ситуации, и человек понимает, что вот это нужно, вот это может еще подождать. Но в любом случае это все актуально. Вот, Умар, скажите, пожалуйста, для вас лично какая тема наиболее интересна была? Я думаю, что для меня вот первое, с чем я лично даже сталкивался в повседневности, то есть человек звонит, он пытается у меня что-то купить, или я у него что-то пытаюсь купить, и мы с ним попадаем в такую ситуацию, когда он меня пытается обмануть, а я об этом не знаю. То есть если бы я больше знал об этом, я бы, наверное, может быть, не попался. То есть я замечаю, что вот человек говорит такие-то фразы, здесь он обращает внимание на то, на то. Он мне предлагает перейти на какие-то ссылки. То есть ты для себя уже строишь вот этот алгоритм, ты знаешь, вот это, вот это, вот это, это вот все-таки признаки мошенничества в интернете. Вот поэтому одна из первых лекций, которая была посвящена именно вот мошенничеству в интернете, она мне более близка и понятна. Я думаю, многим. Рауф Анатольевич, скажите, какие темы для перевода были выбраны? Как я уже раньше говорил, 47 лекций содержат сборники по финансовой грамотности. Мы выбрали, остановились на 10 темах. Во-первых, мы исходили из того, насколько они должны быть очень актуальны для жителей Карачао-Черкесии, потому что мы достаточно глубоко погружены в проблематику и должны быть интересными и одновременно легкими к восприятию. Поэтому мы сакцентировали свое внимание на лекциях, посвященных кибербезопасности, как правильно пользоваться картами, как не разглашать конфиденциальную информацию с этих карт. Кроме того, сакцентировали внимание на кредитовании, как взять кредит и просчитать долговую нагрузку так, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. И на сегодняшний день можем сказать, что с выбором лекций мы не ошиблись, потому что на текущий момент, исходя из той информации, которая у нас есть, аудиолекции прослушали уже жители нашей республики более 10 тысяч раз. Согласитесь, для Карачао-Черкесии это очень приличный результат. А мы видим по счетчику, что день это дня популярность этих лекций растет. Такой результат, еще раз скажу, был бы невозможен без поддержки профессионализма сотрудникам ГТРК Карачао-Черкесии. И мы будем продолжать работу в этом направлении, чтобы информация по финансовой грамотности, актуальная информация, была максимально доступна для жителей нашей республики и других регионов, где проживают носители национальных языков. Хочу также отметить, что этот проект, который мы совместно создали, он в качестве лучшей практики будет пилотироваться и в других регионах ЮФО и СКФО. И у нас уже проводятся определенные консультации, просят нас поделиться с опытом. Можем сказать, что мы первые. Просят нас поделиться опытом, мы, безусловно, будем делиться опытом, в том числе и лекциями. Командная работа всегда дает хороший результат, поэтому ждем от вас новые проекты и предложения. Спасибо за встречу. Спасибо за приглашение. Спасибо, до свидания.